Всем привет, мои хорошие! Вот я получила очередные две посылочки. Осталось совсем чуть-чуть мне дополучить свои забронированные растения. Это и с весны, и с лета. Очень долго я некоторые растюшки жду, но ничего, дождусь. Там осталось совсем чуть-чуть, наверное, по-моему, по моим подсчетам 18 штук еще. Вот я получила одну посылочку с валенопсисами и с дендриком хибики от Дианы. Это сайт Фло. Я оставлю ссылочку в описании на ее магазин, на магазин Дианы. Очень бережно были укутаны все растюшки. Мало того, что бумагу плотную и плюс еще, как всегда, Диана пакует такие, как нарезанные ленточки бумажные. Растюшки все просто безупречные, шикарные. Но хочу остановиться на второй своей посылке. Показать вот такие вот шикарные приехали к Регине Адениумы. Такие вот толстопопики, просто безупречные такие лопатуны, такие слоники. Я фотографии вставлю обязательно, как они должны цвести. Все на каждой веточке по прививке и корешочки и попочки. Все просто замечательно. Это такое прям как сердечко. Попка-сердечко. Такие вот шикарные. Просто вот Люба дорого смотреть на такое. Пять штучек я заказала. Таких расцветок у меня еще нет. Сейчас они чуть-чуть просохнут. И я посажу их в субстрат. Я не буду показывать уже, как я сажаю Адениумы. Потому что, то есть покажу итогу, как вышло. Потому что есть у меня видео там, где я сажаю Адениумы. Там все рассказано, что с чем смешиваю, субстрат с перлитом и так далее. Вот такие вот красавцы. И в подарочек такое вот удобрение Осмокота. Такие красавцы. Ну и конечно, конечно же, мои любимые фаленопсисы. Гигантинные. Все просто шикарные. Это такие бесподобные слоны. Я даже не знаю, сколько здесь сантиметров листья. Потому что камера не передает всего размаха. Такие вот с цветоносами. Пусть даже они отцвели. Ничего страшного. Вот некоторые очень даже могут продолжить свой рост, доращивать цветоносы. Вот здесь вот видно, что такие есть цветоносики, которые в скором будущем, скорее всего, продолжат свой рост. Это у нас... Сейчас скажу... Так, это у нас Амбайоненсис Айлен. Очень красивое цветение. Тоже вставлю фото из интернета, как эти растюшки должны цвести. Я не могу. У меня он выпадает просто. Просто выпадает вот такой вот слоненок. Так, следующий. Следующий у меня... Так... LD Sun Dragon Red Leopard. Такая вот тоже великолепная растюшка. Тоже шикарные листики. Как всегда, нумерация от Метуо. Такой вот красавчик. Цветение у всех бомбическое. Как мне нравятся все. Крапушки, разные рисочки, полосочки. Вот этот просто огромный. Это у нас... Сейчас... Отсвечивает... Сейчас я вытащу бирочку. Вот. Яншан Био Петер. Это самый... Просто самый огромный. Самый большой. Как бы его вместить, показать. В общем, я даже на вытянутую руку не могу показать всей мощи этого растения. Вот такие листья. Обалденные, конечно, растюхи. Всегда говорю, что гигантинным гибридом можно и не цвести благодаря их листве такой знатной. Так, этого показала. Это я три показала. Четвертый у нас... Да что ж, такое отсвечивает сейчас. Плохо еще видно. Она синий. Это Финджо. Тоже я вставлю фотографию. Очень давно я его хотела. Раньше просто баснословных денег стоил этот Фаленопсис. Сейчас, в принципе, доступный. Такой вот размер 3,5. Кстати, это тот Фаленопсис, который я не дождалась в предыдущий раз от от другого поставщика. Точнее, от другой девочки, у которой я заказывала растение. Вот это растение мне не пришло. Мне его просто не хватило. Я нашла его у Дианы. У Дианы, конечно, вообще выбор сумасшедший в магазине. Там абсолютно на любой вкус. И там, помимо Фаленопсиса, естественно, шикарные котлеи, дендробиума, пафы и так далее. Просто заходишь в магазин и обалдеваешь от того, сколько там растёг. Это у нас Let's Be King на гигантею. Этот гибрид у меня, к сожалению, летом пропал. Там варьируется цветение, поэтому я не знаю на сто процентов, как этот Фаленопсис процветет. Но буду ждать цветение. Надеюсь, что вот этот цветоносик продолжит рост. Корешочки, всё замечательно. Тоже вот такой вот красивенный слоник. Тоже вот такой вот. Все растюшки большие, огромные. Так, этот я показала, да? Это я уже, получается, пять показала. И шестой. Мух высыпается, поэтому прошу прощения за бардак. Он просто такой рассыпчатый очень. Это вот Бразы Принцесс Таун. Такой белый с красной полосочкой. Очень оригинальная тоже орхидеюшка такая. Вот такие вот слоники. Пятна, не пугайтесь, это удобрение или отрава. Но никак не какие-то. То есть все стирается, все вытирается, все как всегда лимончиком протру. И ничего не будет. То есть никаких там пятнышек таких и тому подобное нет. И последний, который я заказала, это третья моя попытка. До этого я заказывала два раза уже дендробиум хибики и две попытки у меня в мусорке. Они приходили пышные акустики, но скорее всего такие подростки. Потому что если сравнивать с этим, то здесь такие росты значительно больше. Мне приходили малыши по всей вероятности. Но и я не справилась с ними. У меня, наверное, может из-за жары, может недополив, может перелив. В общем, не знаю. Поэтому я вот этот дендрик оставлю однозначно на блоке. Единственное, пересажу на другой блок. Вот у меня еще остался пробковый блок с этой деревяшечки. Вообще, конечно, растушка просто великолепная. Посмотрите, сколько ростов, сколько корней. Здесь вот растущие корешочки. То есть такое очень-очень красиво. Я сегодня вспоминала, думала, и мне моя подружка подсказала, что цветочек похож очень на крокус. Действительно, вот я сидела, думала, думала, какой же цветок он мне напоминает крокус. Такая вот няшка, очень нежный. Он цветет уже продолжительное время, поэтому цветочек чуть-чуть, ну, такой вот бледноватый, а так он ярче должен быть. Такая вот прелесть. Такие красивые, красивые, просто обалденные, пышащие здоровьем ко мне пришли растушки. Я очень довольна. Спасибо всем и за подарочки, и за такие великолепные растушки. То есть все, все очень-очень-очень классные. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова